МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первого городского. Свою работу начинает служба новостей город. В студии Екатерина Грившинская. В этом выпуске события понедельника, 27 февраля. Смотрите в ближайшие минуты. После очистки этого объекта, что он, наверное, скорее всего, принадлежит фашистскому Крикс-Марину. Находка со дна Балтийского моря. Дайверы подняли кусок корабля начала прошлого века. Находка со дна Балтийского моря. Дайверы подняли на сушу часть немецкого корабля начала прошлого века. Под слоем водорослей оказался металлический орел. Его сразу передали в Музей Мирового океана. Какая судьба ждет необычный экспонат, выясняла наша съемочная группа. Вес орла около 50 килограммов. Он изготовлен из сплава металла, в котором даже содержится бронза. Правда, сотрудники музея пока особой ценности в скульптуре не видят. Им еще предстоит детально обследовать новый экспонат. Дайверы считают, что обнаружить что-то стоящее на дне Балтийского моря довольно сложно. Поэтому и решили поднять орла наверх. Поиски проводились методом обследования акватории, гидролокатором по боковому обзору. После чего на экране был обнаружен некий объект. И после чего решили погрузиться и понять, попробовать понять, что это такое. Обнаружили орла на 30-метровой глубине в 5 километрах от Балтийска. Понять, что это за объект под водой не получилось. Он полностью оброс водорослями. Смогли только определить размеры. Полтора метра на метр. Поняли, что уже после очистки этого объекта, что он, наверное, скорее всего принадлежит фашистскому Крикс-Марину, судя по всему. Но какой корабль был, это понять пока очень тяжело. Фигура орла крепилась на рубку корабля. Определить, на каком уровне судно, пока невозможно. В этом должны помочь калининградские и немецкие архивы. В ближайшее время сотрудники музея отправят официальный запрос немецкой стороне. После получения точного ответа будет принято решение о судьбе новой скульптуры. Вполне возможно, экспонат вернется на родину, в Германию. Полина Степанюк, Полина Чиванова, Дмитрий Суворов. Служба новостей город.